Страна собирается сеять за парты. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами, на которой обсуждались вопросы готовности к новому учебному году. В разговоре принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. В России к настоящему времени насчитывается около 105 тысяч различных образовательных учреждений. К 1 сентября распахнут свои двери 55 новых школ и 449 детских садов. Кроме того, система общего образования приросла еще тысячи с лишним школ, действующих на территории Крыма и Севастополя. Все они уже обеспечены комплектами учебников по российским программам, а педагоги прошли курсы повышения квалификации, чтобы работать по новым образовательным стандартам. Еще одна особенность нового учебного года – в 79 регионах России будут учиться дети из Украины, чьи семьи вынуждены были бежать от войны. Чувашии вопросы их устройства в школу уже решены, сообщил Михаил Игнатьев, присутствовавший на совещании в Подмосковных Горках. Все общеобразовательные школы практически готовы к приемаму детей. Первый класс тоже с плюсом пойдут 500 детей. Инвестиции всего на подготовку учреждений образования вложено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если взять по беженцам, то 133 учеников с Украины зачислены в общедроводные школы, 45 детей – детские сады. Премьер-министр правительства России также обсудил с руководителями регионов перспективы нового проекта, который должен стартовать после повсеместного завершения строительства детских садов. Все регионы сейчас свои силы и средства направляют на строительство детских садов. В то же время о школах думать нужно. Хотел бы, чтобы и руководители регионов об этом думали, когда планы свои стратегические верстают. Ну и в будущем нам, видимо, придется создавать отдельную программу по школам после того, как мы завершим программу по детским садам. Губернаторы поддержали эту идею, высказав готовность приступить к строительству школ. Глава Чувашии заметил, что заложить фундаменты будущих образовательных учреждений в республике можно будет уже в следующем году.